У нас сегодня с вами очередной день рождения. В этом году много знаменательных дат. И в этой связи много поводов, в общем, постараться в контексте тех, кто нам подарил вот эти даты, поставить себя перед фундаментальными вопросами, которые, в общем, связаны прежде всего с нашей попыткой сориентироваться в том, что именуется в современной культурологии, именуется вот транзит в новое качество культурно-цивилизационного будущего. Этот транзит, то есть такая какая-то особая динамика, и нередко называют динамикой такого радикального, радикальной необходимости, радикального переоткрытия реальности. По крайней мере, с точки зрения тех теорий культуры, которые именуются постмодернистскими или постструктуралистскими, как это несложно. В Сочи тех теории сводятся к тому, что человеческая цивилизация попала в какую-то околдовывающую силу несвободы. Причем несвободы совершенно особого качества, несвободы, которые, как правило, путают с тем, что составляют контент, содержание современного такого массово-культурного использования понятия «свобода». И вот в этой связи, помимо, скажем, дня рождения Достоевского, ему исполнилось в этом году, в этом месяце 200 лет, в нашем городе, как вы знаете, был открыт на днях памятник Достоевскому с его попыткой предупредить Россию о том, что у него тоже начинается эта транзитная зона. Он ее достаточно жестко определил в диапазоне между или со Христом, или с бесом. Ну и вот сейчас исполняется тоже 100 лет герою сегодняшней встречи. Это выдающийся польский писатель, совершенно уникальное явление в жанре научной фантастики. И это, в общем, очень серьезный футуролог-философ, который тоже в значительной степени поставил такие самые насущные вопросы в своем проекте, в своем проекте, который был отражен в его трактате «Сумму технологий». Тема сегодняшней моей небольшой лекции – это попытка сравнить два Соляриса. Тот Солярис, который был порожден как раз гением Станислава Лема, и попыткой вот на материале романа Лема под названием Солярис, попытка выдающегося представителя но другого вида искусства, кинематографии, Андрея Тарковского, на этом материале создать то, что в значительной степени отражает столкновение двух сумм – суммы теологии и суммы технологии. Я, в общем, сразу же признаюсь в том, что я очень люблю Лема, и поэтому, когда мои коллеги в университете попросили меня принять участие в научном форуме, посвященном Лему, я, в общем, отнесся к этому предложению с такой, ну, так, с такой вот герминифтической опаской, поскольку, в общем, моя попытка вот сравнить два Соляриса одновременно на фоне двух основных герминифтических горизонтов, то есть с позиции какого горизонта понимаются основные идеи этих двух Солярисов выдающимися представителями современной культуры, я, в общем, считал то, что надо еще учесть прежде всего то, о чем говорил сам Станислав Лем. Он не сильно уважал мнения интерпретаторов. Вот в этой связи, например, он писал, что если считать, что я величина первого класса, то заниматься мной должны величиной того же самого класса. Это он писал, когда стал, ну, очень всемирно известным и уже переводился на многие языки мира. А на деле, писал он, те, кто принимался за мое творчество, всегда стаскивали меня вниз. Ну и вот я, конечно, никогда не дерзну стаскивать Лема вниз, но одновременно, безусловно, вот беру на себя какую-то очень серьезную научно-гуманитарную ответственность, пытаясь сравнить повторяющегося материала Лема с его версией, с его кинематографической интерпретацией, в киношедевре, по моему убеждению киношедевра, Андрея Тарковского. Если так вот как-то немного обобщить то, что я, прежде всего, вижу Леме, то я цепляюсь за его собственную цитату. Мне представляется, писал Лем, что в моем писательстве можно написать книгу, которая была бы вообще обособлена, обособлена от литературной почвы, а говорила бы, что я исполняю роль антенны, которая с сопреждением выхватывает открытия или обороты научной мысли в области фундаментальных понятий. в этом суждении Лем выступает прежде всего как футуролог, философ. И я, в общем, полностью согласен с тем, что мы вправе рассматривать феноменологию творческой, философской футурологии Лема как, в общем, исполняющую роль своеобразной антенны. Но! И вот здесь как раз проявляется моя герметическая дерзость, но ни в коем случае не обособлена от литературной основы. Вот герметический смысл моей попытки сравнить две разные суммы. Суммы Фомы Аквинского ну и Альберта Великого, но прежде всего, конечно, я опираюсь на трактат Фомы, знаменитого средневекового католического философа Схоласта, сравнить вот и Лема, да еще в общем спектральном преломлении этих двух 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 Солярисов, Соляриса Тарковского и Соляриса вот Лема требует, конечно, дерздущего вот на этого интерпетатора требует какой-то особой предыстории и, конечно, какого-то особого права. Моя предыстория и мое право в общем сводятся к очень известной по моему убеждению константы вообще для понимания всего того, что хочется понять. Эта константа сводима к очень простой герминистической формуле «надо полюбить». И тогда все то, что имеет, ну, скажем, исторический смысл, включая, кстати говоря, историю взаимоотношения Польшей истории, история, которая до сих пор отмечена какой-то перманентной фугой драматичного отчуждения. Вот тогда вот все то, что, повторяю, еще раз имеет исторический смысл, вот при этой герминистической формуле «полюбить» приобретает метаисторическое прояснение, что дает великий шанс найти общий интеграл для решения разных дифференциальных уравнений, в том числе, например, уравнения Станислава Лемма. Что касается вот того, что я именую метаисторией, то не только я, но очень многие, поскольку я занимаюсь одновременной философией культуры, включая современные, очень многие считают, что, в общем, мы жили на совершенно особом времени, мы вошли в зону такого вот метаисторического транзита, ну, по моему убеждению, на пути к новому небу и новой земле. это с аллюзией на последнюю книгу нового завета. И вот такие аллюзии, библиоцентрические, скажем, в концептуальном поле вот этой моей попытки двух сагарисов на фоне двух сумм, эти аллюзии вообще обоснованы, ну, хотя бы просто потому, что сам Лем, вот, он без всякого сомнения, создавая свою сумму технологий в качестве прецедентного текста, в котором он видел главную причину своей суммы, использовал, безусловно, сумму теологии средневековых католических холастов Фарма Квинского и Альберта Маклуса. Сам жанр суммы удивительный, потому что в общем претендует на то, что вот именуется такой вот всеобъемлюющий охват грандиозного такого энциклопедического суммирующего масштаба, то есть попытка на фитильной степени, ну, суммируя весь опыт предшествующей культуры, вот обобщить его в создании какой-то обоснованной обоснованной теории или обоснованной перспективы для будущего. И в этой связи, конечно, вот этот жанр суммы в максимальном охвате уже при сравнении, скажем, двух сумм касается по меньшей мере вот трех вопросов. для всякой попытки обоснованного логически, в том числе вот корректно выстроенного суждения. Первый вопрос это вопрос о начале. Ну, скажем, в контексте двух противоположных сумм, это, если хотите, вот на фоне современной ситуации касается с точки зрения суммы технологии, которая, бессловно, опирается на обобщающий опыт уникального естествознания. Это вот прежде всего, ну, скажем, взгляд с точки зрения двух разных сумм на проблему начала. Что же все-таки вначале? Космологическая сингулярность и взорвавший ее большой взрыв примерно около 14 миллиардов лет тому назад, как в современной стандартной теории происхождения Вселенной. Ну, или все-таки вначале было слово, ну, как скажем в Евангелии Атарана, ну, или как в книге Патерия, сказал Бог добынет свет. Некоторые мечтают о том, чтобы свести два этих начала в какую-то вот единую возможность теоретического обоснования. Второй вопрос касается знаменитой теории четырех причин, разработанной еще в физике Аристотеля. Это вот прежде всего вопрос действующей причине. Ну, те из вас, кто немножко интересуется философия, не буду это до конца разъяснять, с точки зрения космоцентрической философии Аристотеля, тайна всех видов движений в природе, знаменитое определение Аристотеля природа есть начало движения, сводится к взаимодействию вот этих вот четырех причин, так называемые финальные причины, задающие вообще то, что минуется волновая функция Вселенной, он и называет этой интеллихией. Действующая причина, самое главное с моей точки зрения, для попытки диагностировать происходящее как в каждом из нас, так и вне нас. Ну и две другие, включая в конечном итоге последний вид причинности, которым должна завершаться должны завершаться все виды движения. Достижение той формы соответствующей истинной сущности движущегося объекта. Ну и третий вопрос, это вопрос извечный, это вопрос о телеологии, то есть о цели. Очень большой и сложный вопрос. В конечном итоге это вопрос о том, есть или нет все-таки цель о эволюции вселенной на фоне двух указанных выше вопросов. Ну вот у Фомы в его трактате ответы на эти три в общем вопроса достаточно просты. И, несмотря на все сложность, казалось бы, трактата Фомы, и они сводимы к эволюционной схеме, схеме вот в логике от Альфы, реформирующей процесс движения эволюционного до Омеги, являющейся целью этого движения. Вот эта схема суммы теологии укладывается, и здесь я уже использую риторические формы трактата Станислава Лема, они укладываются в эту так называемую главную последовательность. Повторяю еще раз, термин задается самим Лемом отношении его главной последовательности. Те, кто любит немножко астрономию, знают, что этот термин взят из астрофизики. Главная последовательность движения звезды. Вот эта главная последовательность Фомы сводится вот к этой схематике эволюционного процесса. Космогенез, то есть создание образования творения космоса геогенез, астрогенез, биогенез, ноогенез, антропогенез и в конечном итоге христогенез. То есть цель эволюции, цель сотворения Вселенной задана. Она сводится к тому, что ее целью является как раз в альфе начала является Омега, то есть человек, проект которого был в конечном итоге завершен, несмотря на то, что при попытке сорвать его на Голгофе, в конечном итоге там тем, что и называется выполнение цели Вселенной. Идеал человека достигнут, Христос. И этот идеал решил главную проблему эволюции, победа над смертью. Вот почему, ну скажем, в том же откровении Дана Богослова сидящий на троне говорит «Я есень Альфа и Омега». В трактате Станислава Лема, появившегося в очень эфоричную эпоху расцвета вероятностной прогностики будущего, в эпоху такого футурологического разгула или такого разгула футурологических инсайтов. Это вот 60-е годы, прорыв в космос, ну в общем, буквально вот научно-техническая эйфория, которая охватила буквально весь мир. И главная последовательность у Лема в конечном итоге вот сводится к тезису «догнать и перегнать природу». Вот Лем, два основных положения этого, это перегонки природы, я, в общем, немножко разворачиваю, буквально опираясь на сам текст, вот Лем в этом трактате в общем проявляет в конечном итоге то, что в значительной степени все-таки сегодня становится уже реальностью, поскольку хотел того Лема или нет, но все-таки он приближается с одной стороны к основным идеям русского космизма. Вы, наверное, все-таки имеете уже некоторое представление. У русского космизма есть и материалистическая теория, теория, например, Владимира Владимировича Вернацкого о переходе биосферы в ноосферу, как потрясающе. То есть, когда сама биосфера, выполняя эволюционный план, ну, скажем так, мироздание, она в конечном итоге отдает себя в полную власть человеческого научного сознания. Вернацкий пишет работу «Научная мусорь как планетарное явление». Но в любом случае, повторяю еще раз, Лем, подключаясь к этим идеям русского, как прислал существует традиция религиозного русского космизма, представленная такими нами, как Павел Флоренский, Сергей Булгаков, ну, и другие. И, в любом случае, повторяю, еще раз, Лемовская перегнать природу означает то, что человек фактически берет на себя всю ответственность за то, чтобы, пользуясь грандиозностью человеческого разума, вырастая из эволюционной динамики биосферы, взять на себя ответственность за, не только за биосферу, а в конечном итоге за все мироздание. Ра, это называется космоцентризм или антропокосмоцентризм основных идей футурологических в отношении взаимоотношения биосферы и ноосферы. И вот в этой перегнать природу, то есть вот буквально вот это путь ведущий к той победе, в которой человек берет на себя все основные функции регулятора. Путем создания, на пути создания, Рэм очень сильно уважал кибернетику, на пути создания кибернетических усилителей интеллекта, он называл это интеллектроника. У него очень много инноваций в трактате, то есть новаторских понятий, которые он вводит. Главная последовательность Рема, вот безусловно как альтернатива главной последовательности Фомы ведет повторяю еще раз к тем фотомологическим сценариям, которые серьезно отличаются от многих современных. поскольку многие современные сценарии разрабатывают в последние десятилетия, это в общем сценарии апокалиптические, включая, например, безутешные прогнозы одного из самых из жественных математиков, астрофизиков в последних времен Стивена Хокинга. И вот эти апокалиптические прогнозы сводятся в конечном итоге к тому, что Лем в будущем с точки зрения своей философской убежденности, они сводятся к тому, что он именует в своей работе как склонность цивилизации к самоубийству. Вот он все-таки считает, что научная культура ни в коем мере не позволит себе допустить для себя вот эту самую склонность. Как я уже сказал, Лем сознательно спровоцировал столкновение двух противоположных сумм. Вот противопоставив прежде всего в горизонте этих разных сумм разные антропологические сценарии с их разными энергийно-информационными образами человека. Понятие энергийно-информационный образ человека я взял из творчества российского философа и зрителя Хорошева. Сергея Сергеевича. И вот эти вот разности являются одной из главных причин разных концепций Соляриса Лема и киноверсии Андрея Тарковского. Но по-моему все-таки убеждению самым главным и самым важным на фоне в том числе современной цивилизационной динамики является то, о чем Лема пишет в своем предисловии к русскому изданию Сомотехнологий 1968 года это издание. Я процитирую ну хотя бы вот фрагмент приведенный всей цитаты, приведенный на слайде. Бесловно, вот в это время очень большой популярностью пользовались футурологические с нами, там, скажем, Томаса или Глака. Но противопоставляя себя в какой-то степени вот этим сценарием, он, Лема собирается вот как бы создать вот свой собственный календарь будущего развития науки и техники. И вот я уделяю то, что считаю очень важным пометить себе. Меня же привлекал, писал Лема, несколько иной вопрос. Вопрос о самом генераторе как изобретения и открытия, так и вообще всех творческих, например, математических актов человеческой мысли. Вот предвосхищая по моему убеждению парадокс, я называю его парадокс антиномии, Лема математика, но с признаками того, что те, кто интересуется математическими теориями, с признаками того, что я связываю с теорией неполноты Гетеля и сравнивая с другой стороны Лема художника с признаками того, что я миную вот антологической полнотой его художественного образа вселенной. Я прошу подчеркнуть в рецепции моего доклада поставленный Лема вопрос о генераторе, то есть который и касается конфликта вокруг Сагариса обусловленного в общем разными суммами. Главное отличие своей суммы от суммы Фомы Лем четко формулирует. Это отказ принять концепции постулирующие исключительность нашего существования. Если в сумме Фомы пользуясь языком Лема информация о будущем Вселенной уже выращена он пишет буквально использует понятие выращивания информации уже выращена на основе главного галактического события события Голгоф то в сумме Лема содержится призыв к кропотливому морально ответственному основанному на научных принципах выращиванию информации. Это по Лему я цитирую биотехническое мероприятие большого буквально грандиозного масштаба и этот призыв он доводит до масштабов идеи преодоления информационного барьера посредством космогонического конструирования. Я повторю еще раз это как раз то что в сумме технологии занимает особое место. Человек буквально начинает сам преодолевая информационный барьер задаваемой природы то есть понимая что даже выходя в самые большие удаленные высоты мегамира или в самые глубины абсолютно малых величин микромира мы все равно будем находиться в постоянном процессе нахождения себя в информационной барьере. Поэтому его основная теория перегнать природа сводится к тому что мы начинаем становиться буквально космическими конструкторами. Мы на основе способностей человеческого разума его гения конструируем свой собственный космос который сделаем бессмертный. В сумме Леман утвержден или постулирован генератор или космогонический конструктор которому он здесь в сумме теологии доверяет. Это научный разум призванный не допустить цитирую Леман космического пан катастрофизма. Однако разоблачение этого генератора является по моему убеждению одним из навязчивых лейтмотивов Лема художника. Вот отчего возникает проблема антиномии или парадокса антиномии Лем математик и Лем художник. Ну в этой связи я хотел бы напомнить известное изречение Вернера Гейзенберга Лауреон Бельской премии по квартовой механике который в общем попытался все-таки уточнить свои философские взгляды на проблему современной науки. Как бы далеко люди не забирались во Вселенную там они все равно обречены на встречу с собой. Вот у Лема параллель к этому известному суждению Гейзенберга в его солярии, где главный герой Крис Кельвин размышляет пожалуй об океане мы не узнаем ничего но может быть может быть о себе. Вот 100-летний юбилей безусловно великого фантаста и значительного футуролога такой своеобразной антенны по имени Станислава Лема это по моему убеждению призвищу повод для метаисторического трезвения прежде всего в отношении генератора для переоткрытия реальности ну вот я использую опять часто упоминаемое понятие в точке бифуркации с аллюзией на теорию переоткрытия времени Лаурея Нобелевской премии Ебригорова с неизбежным признанием однако того что повторяющего как бы мы далеко не забирались во вселенную нам все равно предстоит прежде всего встретиться с тайной самих себя самим собой в том числе слова Кельвина в Сарябисе и в этой точке бифуркации необходимо признать то что признал Лем как в тайной действии своего художественного воображения то есть в литературной эволюции так и многочисленных попытках когнитивно-философского отрезвения включая и сумму технологий а именно что же он признал он признал то что в конечном итоге близко к знаменитому суждению Мартина Губера очень известного еврейского мыслителя автора ну скажем так теории диалога одной из теорий диалога в 20 веке как можно жить в мире в котором возможно освенцы в этой связи я указываю на книгу выдающейся моей точки зрения польской исследовательницы Агнешки Горьевской она вышла в 2016 году которая посвящена Лему называется Холокост и Звезды поскольку в общем в этой книге в конечном итоге она как раз и доказывает близость Лема писателя вот в тайне художественного нарратива к тому о чем Мартин Губер поскольку вот одна из так называемых кауза эфициэнс то есть действующих причин вот в этой нарративной динамике литературных произведений Лема как раз и приближается к этому суждению Бубера поскольку большинство его героев литературных но в общем не хотят возвращаться на землю и вот в первых словах одного из тех кто немножко ну почему Холокост потому что живя вот там во Львове в Лемберге будучи евреем Лема в общем сам чудом выжил а вся его родня погибла в концлагере и конечно Агнешка Гаевская в этом контексте как раз и пытается понять литературную подоснову вот ну скажем то что можно назвать вот исходной психологической и одновременно одновременно такой когнитивно экзистенциальной травмой невольно при всей футурологической при всем футурологическом оптимизме Лема математика проявившейся в его художественных научно-фантастических текстах как например в том романе который многие критики именуют переломно-апокалиптическим романом это его роман с характерным названием Эдем где после вынужденного приземления астронавтов на такую мистическую планету на этой планете трудно не узнать вот если хотите сегодняшнюю нашу с вами Землю вот сегодняшнюю с ее новыми технологиями фантастическими которые он произвестил многие из которых вот сегодня нашу такую буквально технологическую земную цивилизацию казалось бы соответствующую ну вот прогнозам Лема не только в его литературных текстах но и в технологии в сумме технологий но вот после приземления сразу же звучит однозначный диагноз роман буквально начинается в расчеты вкралась ошибка и вот мне думается что писатель Лем входит в странное антологическое противоречие как раз с философом футуровым Лем что открывает тайну этой ошибки это противоречие антологической модели науки основанной на идеале математической точности и антологической модели художественной литературы но основанной на тайне семиотики художественного языка поскольку в любом случае получается так что математика неизбежно к тому ведет на что рассчитывает в частности Лем называет то к чему называя характерным инновационным термином фантоматика то есть то что порождается вот в тайне наших инсайтов научных инсайт великого Донштейна ну или там инсайт великого Гейзенберга который все таки считает что при всем принципе неопределенности мы можем рассчитывать то что взаимоотношения между импульсом например и позиции никогда не будут меньше чем постоянная планка это инсайт на основе этого инсайта строятся все современные гаджеты поскольку математическая матрица работает и была усовершенствована другими там уловием юргской премии сейчас Ширюдингер с его квадратом модуля полновой функции но это великие инсайты которые говорят вот мы можем мы можем оперировать природной реальностью даже если бы до конца ее во все определенности не можем определить хотя бы на том уровне организации материи которая именуется микромиром и вот математика неизбежно ведет к фантоматике а художественное слово неизбежно ведет к признанию того что чувственно-когнитивная система человека связанная с тайной художественного выражения вот встроена в такую сложную трансценитальную форму превышающую границу этой системы ну то есть человек сложнее по крайней мере с точки зрения художественных воображений то как они реализуются в конечном итоге объективируются в текстах и начиная вот с эпохи романтизма вот тайны этих инсайтов тайны творческого воображения ну связывали прежде всего это одна из самых сложных тем к ней первым очень серьезно обратился Эммануэл Карт уже в критике чистого разума где он предупреждал об опасности химии воображения которые могут стать ну скажем формой реальности учитывая трансцендентальную специфику человеческого разума трансцендентальность означает зона перевода того что внутри зону конкретной внешней практики так вот начиная с эпохи романтизма тайны творческого воображения как научного так и художественного связывали прежде всего вот вот с с этой формы преодоления повторяю еще раз которая вот указана была чуть ниже и которую большинство ученых отрисовляли с формой природы в нашей способности ее брали на эту природу в ее исходной форме воображать отражать и соответственным образом строить соответствующие как художественные миры так и научные теории ну так например известный теоретик представитель так называемой озерной школы Саймой колледж очень хорошо переведен на русский язык вот создал теорию органической формы бытия которая меметически воспроизводится художественным и научным гением ну скажем там известные формулы романтизма вот гений всегда прав поэт гений всегда прав потому что в его воображении отражается божественная пантеистическая гармония природного мира точно так же прав и ученый поскольку пантеистическая природа имеет отношение к его божественной способности пользующей этой природой а он является ее частью тоже воображая отражает эту органическую форму бытия причем вот колледж создавал эту свою теорию воображения хорошо приведенной повторяющую вас на русский язык еще в 60-е годы в очень хорошем издании с очень хорошими комментариями теория колледжа была издана колледж явно опирался на критику способности суждения канта однако вот в отличие повторяющего вас от колледжа все-таки кант который был активно востребован романтиками по крайней мере с точки зрения вот инициации поиска их идей развития их идей кант все-таки предупреждал и о тайне серьезных ошибок в тайне инсайдов в тайне воображения предупреждая потомков об опасностях болезни колланы как называется одна из его работ или об опасностях химер воображения способных воспользоваться в том числе магическим потенциалом математики Кант взаимоотложения Кант с математикой очень сложны и на самом деле неоднозначны при этом он говорил что в науке столько науки сколько в ней математики но при этом он знает что наука может в любом случае пользуясь математикой выйти если хотите с под контроля морально-нравственного принца так вот повторяю еще раз способных вторичного схема воображения по Кант воспользоваться магическим потенциалом математики при построении противоестественных форм действительности разрушая тем самым лучший из миров это саллюзии на знаменитое суждение создателя монодологии теории монады как вы знаете философа Лембиса мы живем лучшим из миров и нам все что происходит происходит только к лучшему разрушая тем самым лучшие из миров по слову Лембиса и оказываясь худшим из возможных миров по слову Лемба в романе Эдрян вот другой поляк очень интересный Вольцех Орлинский в своей книге Лемб жизнь не с этой планеты вот он писал вот анализируя в том числе роман Эдем он писал вот Лемб в этом романе слишком сильно раскрылся ну то есть как раз повторяю еще раз то что ведет к моей попытке показать парадокс антиномии между Лембом который в сумме технологии в общем фатологический оптимист и тем ли он который слишком раскрылся в симметрии к суждению Мартина Губера в своих произведениях в частности в романе Эдем он слишком раскрылся как тот кто обратно противоположен своему философскому оптимизму в своих литературных произведениях вот в другом его произведении вот замороженном а потом размороженном теле один из главных протагонистов многих произведений Лемба это такая потрясающая фигура Йона Тихий и это произведение такая повесть называется футурологический конгресс 1971 годом вот вот в этом в этой повести в замороженном а потом размороженном теле герой соответственно если хотите автор попадает вот в этот худший из миров оказываясь опять в сегодняшнем будущем хотя дата разморозки приходится в этой повести на 2039 год это будущее уже тогда наступило знаменуя собой радикальную трансформацию органической формы бытия в грандиозную иллюзию виртуальной реальности представляющей собой я цитирую героя полный крах цивилизации вот по слову как раз героя юно-тихого футурологическом конгрессе вот с аллюзией на эти слова бойца Харлинского в его биографии Лема я вот утверждаю что Лем не только в Эдеме но и в других своих художественных текстах слишком сильно раскрылся в обратной противоположности к сумме технологии вложив в значительной степени в сюжеты своих произведений то что отмечает не только Агнешко но и Войцах вложив вот травматический опыт Холокост как можно жить на планете на которой возможен освет И вот здесь мы подошли к Солярису с его магическим океаном посредником в диалоге между человеком ученым и человеком человеком хочет ли он того или нет но его художественный логос даже на уровне семантических инноваций подтверждает сложный термин но может все таки подтверждает грегорно-фантомную природу порождаемых океаном форм причинным основанием которых является то что происходит внутри человека вот в этом Солярисе Лема очень много инноваций семантических ну скажем там городремы симметриады там долгуны и так далее но вот даже возлюбленная героя Кервина Харри вот фрагмент из фильма Соляриса она может долго оставаться долгуном только если Кервин будет рядом и из Кервина то есть не будущей проекции его внутренней вселенной это долгуны не могут долго оставаться это как раз есть то что называется эгрегорно-фантомная форма порождаемая самим человеком самим героем я повторяю еще раз не буду воспроизводить детали коротко я рассказал перед началом записи вот всего конфликта между Лемом и Тарковским он очень подробно повторяю еще записан вы можете прочитать книгу она очень хорошая это книга Геннадия Прошкевича и Владимира Борисова издана в серии молодая гвардия серия жизнь замечательных людей но суть этого конфликта говорит и сам Лем когда утверждает что Тарковский я цитирую вообще снял не с Алянс а снял преступления и наказания ведь из фильма следует настаивает Лем что этот паскудный Кельвин не так как у него в его произведении доводит Харри до самоубийства очень важный момент акцента акцента Тарковского и совершенно ужасно продолжает ругать Тарковского Лем то что Тарковский ввел фильм родителей Кельвина прежде всего маму а потом добавляет Лем а мать это что такое а мать это Россия Родина Земля это меня совсем рассердило утверждал в одном из интервью Лем у меня Кельвин решает остаться на планете насладясь без малейшей надежды а Тарковский нарисовал сентиментальную картину в которой появляется какой-то остров а на нем домик те кто знают фильм помнит наверное этот домик в фюнале киноверсии Тарковской Лем прав Тарковский уже заявивший о своей христоцетрической судьбе заявил уже в Ивановом детстве ну а позже конечно же Иван Андрея Рублёве Тарковский фактически создает космо футуристическую парафразу притчи о возвращении блудного сына из Евангелия от Луки а у Тарковского в этой связи конечно безусловно совершенно иная версия тайны Соляриса с его способностью порождать эгрегорно-фантомные формы поскольку они порождаются прежде всего Тарковского в том что называется глубинная суть совести порождающей прежде всего то что послужило в конечном итоге ее совести предательством но я убежден в конечном итоге что несмотря на все разногласия сам Лем это все-таки тоже призыв к возвращению к возвращению пусть хотя бы в попытку ну скажем вот так называемой органической формы бытия которая грозит перейти все-таки в противоестественную я использую здесь термин Канта из его работы конец всего сущего и непонятно то что Лем считал свою другую еще повесть это футологическая повесть под названием возвращение со звезд она более ранее например чем футологический конгресс вот и другие в 61 году появилась и он считал не совсем удачной эту повесть вот хотя именно в ней вот в возвращении со звезд он предсказал многое из того что стало сегодня реальностью планшеты гугл смартфон ну и тому подобное вот я все-таки считаю что главное излучение Лема антенны это все же его призыв вернуться домой при всем психотерапевтическом психотравматическом нежелании возвращаться в мир я имею в виду его героев в котором возможен освенцы в холокост но нет сомнения что драма вокруг Соляриса обостряет в конечном итоге на фоне вот стартовения этих двух сон проблему технологии возвращения вот необходимы все-таки по мнению попытки необходимы попытки соединения двух сон вот в призловии такому уже достаточно позднему произведению называется осмотр на месте вот Глэм писал человек не пригоден ни к тому чтобы жить в построенном самим аду и тоже не дьявол ни к тому чтобы жить в раю потому что он же не ангел вот 20 век вот сыном которого был все-таки вот Лем проявил слишком много признаков строительства ада на планете в доме куда не возвращается Кельвин в романе Лема но куда возвращается Крис Кельвин в кинотексте Тарковского но по слову Бердяева тут я совсем так уже буквально наивен по слову Бердяева ад это просто вот невозможность возлюбить а я все-таки сильно вот люблю Лема и считаю что вот все-таки мы должны изо всех сил эту возможность возлюбить пытаться использовать считаю в общем и буду считать даже если бы Лем обозвал меня дураком как он как-то раз как я уже упоминал обозвал Тарковского во время встречи в Москве в гостинице Пекин когда они в общем обсуждали возможности экранизации романа Лема вот на этом я хотел бы закончить и больше вас не занимать давайте радуюсь вечеру прощаться Экран ВОДОЕ ВОДОЕ в ВОДОЕ ВОДОЕ ВОДОЕ